Человек порой открывает бизнес, у него благие намерения, я стану богатым, буду давать садака, у него не пошел этот бизнес, и для него наступил судный день, у него депрессия, у него проблемы, он зол, он опечален. Проблема в том, что он когда создавал, не уповал на Аллаха, он думал, что он хороший менеджер, он знает бизнес, он сможет создать и все пойдет, но Аллах ему этого не дал сделать. Не всегда способность является причиной появления чего-либо, и поэтому мусульманин, он сначала уповает, делает истихару, делает дуа, затем приступает к работе, и когда оно у него не получается, он говорит, о Аллах, ты не захотел, и оно не произошло. Я знаю одного человека, который при мне дважды опоздал на самолет, дважды, и он когда приходит и узнает, что у него оказывается недостаточно документов, или уже он опоздал на рейс, я видел людей, которые паникуют, кричат, ругаются, обвиняют тех, кто с ним, кто-то задержался, кто-то опоздал, и все это событие он обвиняет в этом кого-то, жену, может быть, долго собиралось, детей и тому подобное. Это зачастую бывает в нашей жизни. Себя спросите. Я видел одного мусульманина, который дважды опоздал на самолет, и когда он опоздал, он говорит, Аллах, значит, не захотел. И Аллах даст мне то, что лучше. И на самом деле для него всегда это оборачивалось в лучшем. И если ты доверишь свою судьбу Аллаху, а она в его руках так или иначе, то твое сердце будет спокойным. А когда ты желаешь что-то изменить, ты нервничаешь, ты из-за этого порываешь родственные связи, ничто это не изменит. Твое сердце всегда будет беспокойным. Твой разум всегда будет погружен в заботах и мыслях. Уповайте на Аллаха должным вопросом. Тот, кто уповает на Аллаха, ему его доступен. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...